Первый рабочий день в наступившем году знаменовался первой отменой занятий у школьников. В неплановой выходной получили ученики с 1 по 4 класса и первой смены. При каких условиях окружные шкалеры могут не идти в школу и как будет наверстываться учебная программа, расскажет Алена Валей. Первый учебный день и первая отмена занятий. Однократные и непродолжительные дополнительные выходные особых проблем для усвоения школьной программы не несут. К тому же к этому вопросу в некоторых школах региона подошли со всей ответственностью, прибегнув к опыту коллег из соседних регионов. Ведь несмотря на капризы погоды, программа должна быть исполнена на все 100%. В Оркуту мы посмотрели, благо, что она недалеко и находится в том же самом поясе. И выяснили, что воркутинские школы уже пошли по пути очень простому. То есть мы заключаем соглашение с родителями дополнительно о том, что родители в актированный день имеют право доставить ребенка в школу, а затем забрать его. Те дети, которые в эти дни не могут посещать уроки, получают домашнее задание от педагогов. Такая система действует безотказно. Но сложнее приходится, когда актированных дней много. Особенно, если внеплановые выходные продолжаются несколько дней подряд. Тогда приходится наверстывать программу в субботние дни. А это дополнительная нагрузка на школьников, учителей и родителей. Но в условиях Крайнего Севера без актированных дней не обойтись. Например, в прошлом году их было пять. Какие дни и при каких температурах воздуха отменяются занятия, прописано в приказе Департамента образования, культуры и спорта региона. Занятия в начальных классах отменяются при температуре от минус 32. В пятых-восьмых классах, если столбик термометра опустился до отметки в 37 градусов по Цельсию. Внеплановые выходные у учеников девятых-одиннадцатых классов появляются при температуре от 42 градусов и ниже. При такой же температуре могут отменить занятия и в учреждениях профобразования, но только по распоряжению руководителя учебного заведения. Также решения об отмене занятий могут быть приняты и руководителями отдельных школ при температуре воздуха от минус 27 до 31 градуса, учитывая отдалённость места жительства учащихся. В основном это касается крупных сельских населённых пунктов. Кроме температуры учитывается и поправка на скорость ветра. А это значит, что при относительно высокой температуре воздуха, но сильным ветром, занятия у школьников могут отменить с 1 по 11 класс. Поправка вводится с 5 метров в секунду и увеличивается на 2 градуса. То есть, если ветер составляет 5 метров в секунду, то прибавляется 2 градуса. Если 6 метров в секунду, то уже будет прибавляться 4 градуса и так далее. В дни сильных морозов узнать об отмене занятий можно в эфире радио на Ренмар-ФМ на частоте 102,5. Информация будет передаваться для первой смены в 7.15 и в 7.45. Для второй смены в 11.15 и в 11.45. Кроме этого, официальные сведения о температуре воздуха можно узнать в Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по телефону 219-95.